Льве Гумилёве В прошлый раз мы с вами заговорили о пассионарности, и я сказал, что я эту его теорию поделил на два ролика. Вот видите, сейчас перехожу к второму. Там мы с вами успели поговорить о пассионарных толчках, мы с вами разобрали график, как этот толчок осуществляется, какие там есть этапы. И вот само по себе слово, пассионарный толчок, ну я там прокомментировал, естественно, что это такое, когда эта активность пассионарная вдруг возникает. Я уже сказал о том, что причины возникновения её Гумилёв не объясняет. Я привёл там несколько гипотез на этот счёт, почему это происходит, но тут никакого окончательного суждения нет. Гумилёв, собственно, занимался не этим. Он исследовал не причины, а последствия или следствия, если хотите. Он собирал статистическую информацию, приходил к каким-то выводам. И сейчас я вам хочу показать ещё одну схему, но когда я это сделаю как следует, пока она, видите, у меня в краешке кадра маячит, я вам её тоже покажу в нормальном объёме, чтобы вы могли разглядеть. А сейчас скажу только несколько слов, предваряющих комментарий этой схемы. Схема, опять же, нарисована Гумилёвым, опять же, я себе позволил, ну, раскрасить её, чтобы это было так вот поярче и попонятней, как мне кажется. Дело в том, что Гумилёв замечает одну любопытную особенность. То эти зоны, когда возникает вот эта пассионарная активность, она приводит к этногенезу, приводит к возникновению новых этносов. То есть здесь я вас отсылаю к своим предыдущим роликам, где мы говорили на эту тему. Сейчас я просто называю эти вещи, эти понятия. И вот эта зона, она, как правило, простирается, ну, по Гумилёву где-то в ширину, ну, на 200 километров, что-то такое. Вот где возникает этот новый этнос, эта новая активность, потому что возникновение этноса – это всегда пассионарный эффект с точки зрения Гумилёва. И дальше, что любопытно, что вот этот толчок, возникнув, он как бы не фиксируется на данном месте, в данной точке, там, карты, географии, если мы возьмём, а он как бы движется. И Гумилёв даже где-то бросил такую фразу, что вот когда я смотрю на глобус, то возникает удивительное впечатление, я во всяком случае, это его слова, вижу это так, что это движение всегда осуществляется, как бы параллельно или буквально совпадая с геодезическими линиями. Параллелями и меридианами. Тут, видите, перевожу на более простой язык, хотя я уверен, что всем это и так понятно. И вот сами эти движения, вот эти линии, которые он рисует на своём графике, они могут быть невероятной длины. Они иногда, ну, наполовину буквально опоясывают земной шар. Я не стану комментировать все линии, которые набросал на своей схеме Гумилёв. Для того, чтобы показать вам эту схему, ну, естественно, я должен подвинуться. Так что давайте я сейчас подвинусь, покажу её вам как следует, и попробую прокомментировать. Ну, вот теперь вы видите схему как следует. Гумилёв по векам раздробил, как он понимал, это вот движение пассионарной активности или пассионарные толчки, которые, как я уже сказал, не затухают, а как бы движутся вдоль геодезических линий. Ну, сейчас вы видите схему. Конечно, стопроцентного совпадения с этими геодезическими линиями нет, но какую-то вот тенденцию, что действительно они параллельны либо меридианам, либо горизонталям, вы наверняка замечаете. И вот он, например, так это дробит, что вот берёт 18 век до новой эры, и там он отмечает, вы можете заметить это на схеме, это египетская такая вот линия, как происходит движение вот этого пассионарного взрыва, это он называет Египет, Верхний Египет, да? Он потом переходит к 11 веку до новой эры, и там он будет называть другие племена, я их просто зачитаю, я их, естественно, наизусть не помню. Это джоусцы, Северный Китай, скифы, вы видите эту линию, да? Потом он переходит к 8 веку, и там речь зайдёт о римлянях, эквы, галы, эллины, лидийцы, персы. То есть, видите, опять же, как движется эта линия. Потом он прыгнет 4-й, 3-й век до новой эры, и там будет говорить о сарматах, хунах, ну, это гунны он их так называл, я уже буду пользоваться его словом, да? Я не буду называть другие народы, поскольку едва ли кто-то об этом что-то знает у него, потому что очень подробно всё это здесь перечислено. Добирается до 1 века, и тут появляются у него готы, загляните на территорию нынешней России, славяне, христиане, Малая Азия, иудеи. Видите, куда заносит этот пассионарный взрыв, вот та кривая, которую рисует нам Гумилёв. Так он доберётся до 6 века уже нашей эры, и тут появляются, естественно, арабы, появляются мусульмане, появляются вот все, то есть, достаточно известные нам, ну, что ли, движения, вещи. Ну, я не буду добираться до конца, потому что все абсолютно прокомментировать дело немыслимое. Я ещё раз просто адресую вас вот к этой схеме, которую вам сейчас показываю, и посмотрите на неё, так рассуждал Гумилёв, что вот так это происходило. Что касается вот этих цифр римских там, то это те самые века, которые я вам здесь называл, а вот цифрами не римскими, а арабскими. Он метит конкретные народы, конкретные взрывы вот такие, и поэтому тут надо просто это вот идти по тому самому комментарию, который он предлагает, и который я вам частично озвучил. Смотрите, я не ставлю своей задачей абсолютно всё тут разложить по полочкам. Мне было важно донести до вас вот эту тенденцию, эту концепцию, которую выдвинул Гумилёв, а уж разделять её или нет, это вопрос сложный, и я сейчас воздержусь от критических высказываний. Дело в том, что идеи Гумилёва не умерли, что его гипотезы, его предположения, его теории живы по сей день. Конечно, они сильно трансформировались. Сегодня существуют институты, лаборатории, просто люди, мыслители, которые продолжают его концепцию. Сегодня это перетекло где-то в Евразийство, перетекло ещё в самые различные аспекты. Я сейчас не собираюсь и не буду тут высказывать никаких критических соображений на этот счёт, поскольку тут мне просто интересней, как всегда, я во всех роликах апеллирую к своим слушателям, а что вы думаете по этому поводу. Ну вот, такая гипотеза, такая теория была. Да, я повторюсь, чтобы завершить наши беседы о Льве Гумилёве. То есть, во-первых, помните, с чего он начал? Он начал с того, что он отказался от идеи европоцентризма, на которой выстраивалась масса теорий, то есть исторические концепции и прочее. Вот Европа рассматривалась как центр вселенной, и все остальные цивилизации, все остальные этносы в теориях, естественно, самых разных мыслителей, в самых разных направлениях, так или иначе подвязывались вот к этой европейской идее. Гумилёв от неё активно отказывается. Я вам рассказывал об этом, что он вообще обратил внимание на Восток, причём обратил внимание на Великую Степь. Как он её называл, он считал, что Великая Степь породила свою цивилизацию. Об этом я рассказывал в других роликах, поэтому повторяться не буду. У него и свой взгляд на то, что мы называем монголо-татарским, или татаро-монгольским, или просто монгольским нашествием. Он с этой точки зрения подходил к возникновению российской государственности. Опять же отсылаю к другому ролику, потому что говорилось уже об этом. Сейчас я просто подвожу итог. И всё это у него было завязано с возникновением этносов, которые он привязывал к ландшафту. Он был убеждён, что ландшафт очень во многом, если не во всём, определяет фактор возникновения этноса. О том, что такое этнос, тоже было говорено, и тоже отсылаю к предыдущим беседам. А вот сейчас, завершая тему пассионарности, подвожу как бы итог. Я уже сказал, и сейчас буквально в двух словах повторюсь. Все эти концепции у Гумилёва так прочно переплетены, что вот их разделяя и пытаясь говорить о каждой в отдельности, я где-то, конечно, совершал насилие. Я это понимаю. Иногда приходилось резать, что называется, ножом по-живому. Поскольку ландшафт у него связан с пассионарностью, пассионарность связана с возникновением этносов, а возникновение этносов уводит нас вот от того самого европоцентризма, от которого Гумилёв очень рано отказывается. Вот, пожалуй, и все, что я вам хотел сказать о Гумилёве. Я почти что, да даже могу сказать, что и не сомневаюсь, что к этой теме еще придется возвращаться. Поскольку, во-первых, надеюсь на ваши вопросы, на ваше участие в обсуждении этого вопроса. А во-вторых, есть у меня всякие соображения по этому поводу, но не хочу их навязывать, поэтому придержу пока при себе, а когда появятся от вас отзывы, письма и так далее, то я вернусь к этой теме, и мы еще раз о каком-то аспекте, а может быть и обо всем поговорим. А сейчас давайте попрощаемся, всего хорошего, и надеюсь снова видеть вас на своих страничках, где буду обсуждать и другие вопросы. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok